В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Прошел рейд по эвакуации автомобилей, нарушающих правила парковки. Освобождаем проезд от запаркованных автомобилей, чтобы организовать двухстороннее движение. Участницы сообщества «Нежный бизнес» Ленинского городского округа подвели итоги работы за год. За этот год действительно произошел прирост в сообществе. У нас, можно сказать, 70 человек в два раза мы выросли. Ледовое шоу Ильи Авербуха чемпионы показали в поселке Боброво. Я надеюсь, что мы своим выступлением, а мы своими аплодисментами, своим теплом согреем друг друга. В то время, когда дорожные службы борются с последствиями снегопадов, некоторые владельцы автомобилей оставляют свои транспортные средства в неположенных местах. Тем самым мешая уборке дорог, проезду общественного транспорта и пешеходам. На одном из рейдов по эвакуации машин, припаркованных в зоне действия запрещающих знаков, побывал Дмитрий Книга. В Ленинском городском округе ведется активная работа с нарушителями правил парковки. В ежедневных рейдах принимают участие сотрудники госавтоинспекции и представители администрации муниципалитета. Зимние условия и обильные осадки в виде снега лишь усугубляют ситуацию. Сейчас в округе существует несколько проблемных мест. Это микрорайон Купельников, в первую очередь, где в связи со строительством дороги Юла остался только единственный выезд из микрорайона через улицу Ермолинская. Там мы освобождаем проезд от запаркованных автомобилей, чтобы организовать там двухстороннее движение. По вечерам здесь уже не первую неделю работает эвакуатор. Но нарушители были обнаружены и в этот раз. Все изъятые автомобили были отправлены на штрафстоянку. Водители теперь будут вынуждены заплатить штраф и оплатить услугу хранения автомобиля. Еще одна проблемная точка расположена на улице Крымская. В густонаселенном жилом комплексе вопрос с неправильной парковкой стоит наиболее остро. ЖК Восточный Бутово, где мы эвакуируем автомашины с остановочных пунктов, так как автобус с утра не может подъехать и, как положено, забрать пассажиров. Владельцам автомобилей стоит более ответственно относиться к правилам дорожного движения и не нарушать правила парковки во избежание эвакуации своего транспортного средства. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ Участницы сообщества «Нежный бизнес» Ленинского городского округа подвели итоги работы за год. Встреча прошла в праздничной, неформальной обстановке, на которую была приглашена и наша съемочная группа. Отчет о проделанной работе бизнес-леди Ленинского городского округа в арт-студии «Сона» превратили в настоящий праздник с большой развлекательной программой, угощениями и обязательным дресс-кодом. В наряде каждой участницы должен был обязательно присутствовать красный цвет, соответствующий символу наступающего года. О местном женском сообществе рассказала его лидер Анна Волгина. За этот год действительно произошел прирост в сообществе. У нас, можно сказать, 70 человек в два раза мы выросли, развиваемся, помогаем женскому бизнесу расти, участвуем в городских мероприятиях и также создаем свои проекты. Сейчас в сообществе числится около 150 предпринимательниц, которые прошли свой бизнес-путь, начиная с нуля и постепенно достигая желанных успехов. Вы удивительные люди, я не устаю это повторять. Это не только посыл в ваш адрес, это слова глубочайшего восхищения вами. Собрались сами, подаете руку буквально каждой девочке, которая желает войти в бизнес и развиваться. Анастасия Трегубова – создатель мастерской зефирных букетов. Будучи в декрете, она пекла торты на заказ. Но однажды, в преддверии 8 марта, возникла идея сделать что-то необычное, более легкое и воздушное. Сейчас Анастасия радует своих покупателей сладкими цветочными композициями. Есть несколько линеек букетов. Это монобукеты из тюльпанов и сборные, где розы, пионы и другие какие-нибудь цветы, которые я иногда придумываю в потоке. Супруг Анастасии Трегубовой – Станислав, владелец цветочного салона. В качестве подарка преподнес участницам встречи букеты в новогоднем оформлении. Цветы случайно появились. Очень хотелось какой-то нежности в жизни, потому что все это стройки, автосервисы, появились цветы. И очень люблю такие мероприятия. Особенно по благотворительности участвовать, спонсорам, радовать. Самой интересной частью мероприятия стала лекция психолога, нумеролога, нейрокезиолога Елены Солнечной, которая рассказала собравшимся о прогнозе на следующий год. Я первый член НКО «Союз», поэтому давно очень с этим сообществом, но я не из Видного. Я из Москвы и приезжаю, всегда поддерживаю наших девчонок везде, на всех мероприятиях. 2023-й для бизнес-сообщества выдался богатым на различные события. За этот период были проведены конференция по женскому предпринимательству, форум самозанятых, премия «Нежный грант». Также сообщество «Нежный бизнес» вместе с нашим телеканалом с 20 декабря по 15 января будет проводить праздничный конкурс «Мой снежный округ». С помощью фотографий и видео можно будет признаться в любви к Видновскому краю. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Для того, чтобы поддержать людей с инвалидностью, а также привлечь внимание к интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья, во Дворце спорта «Видное» провели тематическое мероприятие. Подробнее расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Несмотря на проблемы со здоровьем, люди с инвалидностью имеют по-настоящему неограниченные возможности для реализации себя в творчестве. Во Дворце спорта «Видное» провели традиционный концерт «Город жизни», на котором выступили особенные ребята из инклюзивных клубов «Дорога в жизнь» и «Колорит». Мы очень рады поучаствовать в такого рода мероприятиях. Мы участвуем не первый раз. В прошлом году мы тоже были, правда, немножко другим составом. Теперь мы набрали еще новых ребят. И они за полгода, мне кажется, показали просто потрясающие результаты. Русский танец в исполнении Ольги Варламовой вызвал восхищение и уважение зрителей. Аниматоры в костюмах поднимали настроение гостям мероприятия. Кроме того, для всех участников организовали творческие мастер-классы. Мы рисуем, делаем аппликации, клеем, делаем поделки из бумаги и из дополнительных материалов. Начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Карен Петросян вручил благодарственные письма тем, кто внес вклад в интеграцию инвалидов и привлек внимание общества к их проблемам. Кто может работать с такими детьми, не стесняйтесь, это очень приятно. И вы помогаете таким людям и делаете им тоже приятно. Завершил концерт участник клуба «Дорога в жизнь» Максим Панов с песней «Мы вместе». Он хороший пример того, что несмотря ни на что можно жить полной жизнью и не сдаваться. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех абсолютно с праздником безграничных возможностей. Ведь наши возможности колоссальны. Главное в друг друга верить, главное надеяться и пусть все будет у всех хорошо. Спасибо вам. День инвалидов – напоминание о том, что рядом с нами живут люди, которым немного труднее, чем всем остальным. И наш долг – помогать им как словом, так и делом. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Ледовое шоу Илья Вербуха «Чемпионы» показали в поселке Боброво на новом катке у Бутовской школы номер один. Оценить мастерство и артистизм знаменитых спортсменов смогли более двух тысяч жителей Ленинского городского округа. Среди них была и наша съемочная группа. Сразу два катка с искусственным льдом открылись в эти дни на территории Ленинского округа. На один из них в ЖК «Восточная Бутова» спешили местные жители, чтобы посмотреть ледовое шоу Ильи Авербуха под названием «Чемпионы». Чего ждете от сегодняшнего шоу? Ой, ярких впечатлений. Ну, эмоций положительных. Сказки какой-нибудь предновогодние. Веселье, хорошего настроения, радости. В качестве разогрева перед зрителями выступили воспитанники видновской команды «Арт энд Айс». Несмотря на юный возраст, ребята уже имеют немало наград, завоеванных на соревнованиях различного уровня. Впрочем, организаторы подготовили на разогрев не только зажигательные номера местных спортсменов и артистов. Горячий чаек, угощение для наших гостей. Ну и, в принципе, все. Ну, как я понимаю, это все бесплатно. Да, конечно. Угощается кто хочет. Непосредственно ледовое представление началось весьма эффектно с фаер-шоу, после которого к зрителям вышел руководитель проекта «Чемпионы» Илья Авербух. Ну, мы приехали к вам. Вам есть непоклон, что вы здесь. И главное, что все состоится. И по-другому быть не могло. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы своим выступлением, а мы своими аплодисментами, своим теплом согреем друг друга. От имени руководства Ленинского городского округа собравшихся приветствовали заместитель председателя Совета депутатов Валерий Черников и заместитель главы администрации муниципалитета Эдуард Арадушкин. Проект нашего губернатора Андреевича Воробьева «Зима в Подмосковье»! Это уже стало доброй традицией. В рамках этого проекта третий год. В нашем Ленинском городском округе выступают звезды фигурного катания. Спасибо Элье Вербуху и его команде, организаторам, за этот праздник на льду! Неслучайно ледовое шоу получило название «Чемпионы». В нем приняли участие четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин, олимпийские чемпионы Татьяна Татьмянина и Максим Маринин, сенсация чемпионатов мира 2016 и 2017 годов Евгения Медведева и другие именитые спортсмены. По замыслу авторов шоу зритель попадает в атмосферу танцевального зала, где каждый номер – это часть жизни, которую фигуристы проживают на льду, заставляя собравшихся на трибунах сопереживать и задуматься о самом важном. Для местных жителей сегодня двойной праздник, ведь шоу Ильи Авербуха, по сути, это еще и мероприятие, приуроченное к открытию нового катка, который теперь есть в ЖК «Восточная Бутова». Я хотела поблагодарить всех причастных к созданию такого прекрасного катка. Мы счастливы, мы так ждали всем районам, это чудо, этот праздник. Спасибо, новогоднее настроение, всех с наступающим. Праздничное настроение, которое подарили спортсмены, наверняка останется в людских сердцах надолго. В рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» жителей округа ждет еще немало приятных сюрпризов. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Веселье на природе при любой погоде. В парках Ленинского городского округа для детей и взрослых была подготовлена развлекательная программа. Игры, мастер-классы и конкурсы порадовали каждого. Подробнее расскажет Инга Инчук. Выходной день у гостей видновских парков выдался насыщенным зимними забавами. Тут и катание на санях, и танцы, и соревнования по ловле морковок. Ведущей программы в Расторгуевском парке стала «Зайка-всезнайка». Я с «Зайцем» дружу уже с 2019 года. Мы приходили в любую погоду. Нам было с ней всегда интересно, потому что такое шоу, это нужно еще заслужить. Развлечение в парках стало для многих семейной традицией. Андрей Барков вместе с дочерью посещает игровую программу в Расторгуевском парке каждые выходные. Ребенку весело, а это для отца самое главное. Ребенку нравится младшему. Старшего уже, конечно, 14 лет тяжелее сюда заманить, а ей 7 лет, прям самый возраст для нее. Здесь много подвижных игр. Веселье длилось до самого вечера. В Центральном парке жителей ждала интерактивная программа, конкурс по лепке снеговиков и мастер-класс. Ведь новчане не упустили шанс для развлечений. И нужно использовать каждую возможность в тепле и в таком картинном снегу немножко поиграть. А потом режим, надо гулять. Игры на свежем воздухе и иммунитет укрепляют, и людей объединяют. Многие вышли из теплых квартир, чтобы провести время веселой компании. Мастер-класс по изготовлению елочных новогодних венков позволил узнать друг друга поближе. Людей очень сближает. И мне кажется, это самое главное. Потому что развлекаться люди могут и сами по себе, а это именно носит такой характер объединения. Игровые программы проходят в парках Видного каждую субботу. Успеете и вы отдохнуть по-зимнему. Инга Инчук, Ольга Садовская, Кирилл Иванов, Видное ТВ Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова